Мои витания всем глядачам, топитусникам канала «Сейчас». Я Улана Кырок и рада видать на стриме «Развиток полковников ФСБ». Представьте, Геннадий Владимирович, приветствую вас. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться. Да, Алена, я также приветствую вас. Приветствую всех зрителей, которые видят, слышат нас и будут с нами в эфире. 17 ноября, воскресенье, у нас на календаре. 10.30, время киевское. И вот по состоянию на этот момент есть уже заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что силы ПВО уничтожили около 140 воздушных целей российских. Россия сегодня массированную атаку очередную осуществила по территории Украины. И в целом было использовано около 120 ракет и 90 дронов. Ракеты были разных типов. И вот эта вот массированная атака, она произошла после того, как, ну, приблизительно неделю, все обсуждали, был ли звонок Трампа Путину и нет, или нет. Трамп призывал Путина не эскалировать или не призывал. И это все происходит после того, как Шольц объявил о том, что с Путиным пообщался. Ну, и вот как это все рассматривать? Знаете, вот я рассказывал сейчас недавно в другом эфире о своем вчерашнем там завтраке, раннем утреннем, с человеком, который очень хорошо знает Трампа, по крайней мере, знал его с 92-го года. И семью, и так далее. И там были еще представители американского эстабельсмента. Вот они утверждают, что если кто и может дать отпор Путину в мире, так это Трамп. Если захочет, если это как бы будет вписываться в его политику. То есть Трамп, в отличие от многих политических лидеров нынешнего Запада, имеет стальную волю, или там железную волю, стальные яйца, уж извините. И вот как раз это, видимо, то, чего не хватало западному эстабельсменту в последнее время. Поэтому мы будем надеяться на лучшее, как говорится, пытаясь сделать лучше свет. Вот. И то, что Путин сейчас сделал, это ужасно само по себе. Но, может быть, может быть, это как раз вот сподвигнет администрацию Трампа. А Трамп сейчас делает первое назначение. Ну, по крайней мере, на них заявляет. Назначение, конечно, будет тогда, когда он станет президентом. И подпишет соответствующий указ после 20 января. Но многие его назначения, они должны бы Кремль насторожить. Ну, например, Марк Рубио там планируется вполне серьезно и объявлено уже, что он станет представителем государственного госдепартамента. Это Министерство иностранных дел США. Марк Рубио известен на своей жесткой позиции в отношении Путина, этой войны и так далее и тому подобное. Там есть люди, которые, в общем-то, достаточно категорично настроены против Путина. Что касается Шольца, я считаю, что это ошибка. Тем более, Шольц это сделал в совершенно неподходящий момент, когда он уходит. Коалиция Германии развалилась. Там его торопят изо всех сил, чтобы он назначил внеочередные выборы. Он этому всячески сопротивляется, пытается там для чего-то оттянуть. Мы видим этот момент. Видимо, там какие-то есть внутренние расклады, которые там, не знаю, может какие-то есть иллюзии на то, что там какие-то партии из нынешней коалиции удержат свое представительство в парламенте или что-то еще. В любом случае, его торопят оппоненты. По закону он там должен это принять решение достаточно быстро. Но по-любому, что в феврале будет новая власть в Германии, и Шольц, уходя, не должен был позвонить Путину, потому что смысл цели его звонка непонятен. Он не остается на этом посту. Он, как фигура уходящая, уже ни на что не влияет. Или почти ни на что не влияет. И поэтому в самом факте у звонка он оставляет очень много, скажем так, непонятного. А для чего надо это сделать? Если бы он хотел выставить какие-то отношения, но надо было делать это раньше. Если ты уже уходишь, и у тебя уже никаких не будет новых отношений, зачем ты звонишь? Это говорит о том, что людей с волей, с характером, с рубежом почти не осталось. Я надеюсь на то, что сейчас придет к власти по всем опросам, по всем ожиданиям Христианно-демократический союз, ХДС, они настроены очень жестко, очень решительно в отношении Путина. Начиная с главы партии, лидера партии, и кончающей многим депутатами. Мы с ними все, Алексей Риверс, со многими депутатами. Они действительно настроены жестко. Это не сопрежущество, это довольно серьезная позиция. Мы еще там говорили, а почему не хотите сейчас об этом заявить, о своей жесткой позиции. Ну, и, дескать, они говорили, что мы дождемся того момента, когда будут выборы, потому что сейчас мы дадим какие-то обязательства, а потом за них нужно будет отвечать. Одно дело, мы даем выборные, предвыборные обязательства, другое дело, потом должны обеспечить все свои обещания конкретным действием. Мы не хотим связывать в себе руки. Такой был ответ, это еще, наверное, там, март-апрель этого года. Такая у них была позиция. Сейчас, когда здесь приходят к власти, я думаю, что там Германии будет более жесткое в отношении Путина. Я надеюсь, что Трамп со своей администрацией, потому что, может быть, знаете, вот опять-таки прозвучит очень цинично. Вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастья помогло. Знаете, вот такая пословица есть. Может быть, как раз вот эти вот безобразные действия Путина, ужасные, то, что он творит, они взберенят Трампа. Ведь Трамп, я думаю, что звонил. Потому что американцам какой смысл врать? У них же это все проверяется. У них любой звонок политика, отвечающий за государство, он фиксируется. Трамп не может просто так позвонить по мобильному, сказать, Володя, давай мы тут с тобой договоримся. Он должен это сделать в фиксированном варианте. И люди, которые работают там в Конгрессе и Сенате, могут получить доступ к этому разговору, к этой ситуации. И чтобы они понимали, чтобы за их спиной ничего такого не происходит, чтобы они не знали. Люди, которые формируют политику Соединенных Штатах Америки, и за нее несут ответственность. Там есть механизм, предусматривающий фиксацию всех этих вещей. В отличие, допустим, от тирании, от диктатуры. Где диктатор, тиран может говорить о чем угодно, как угодно. Его никто не контролирует. И никто его не может осадить. Здесь, в Сенате, Штатах Америки совершенно такого нет. Но цивилизованно в мире. Я думаю, что он звонил. Я думаю, что разговор был жесткий. Я думаю, что Путину разговор не понравился. Иначе об этом разговоре, как о факте выдающейся победы Путина над мировыми лидерами, он бы уже звучал с каждым ключей и с каждым утюга. А этого нет. Кремль даже отрицает, что и разговор-то был. Видимо, разговор был настолько неприятный, что они предпочитают отрицать сам его факт. Вот. Ну, тут я много чего наговорил. Посмотрим, как, конечно, дальше будут развиваться события. Это, как бы, так сказать, прогнозы, это ожидания, это надежды. Сбудутся, не сбудутся, мы с вами очень скоро узнаем. Американский институт исследования войны. Вот, опять же, возвращаясь к теме звонка Шольца Путину, утверждает, что сейчас Кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности Соединенных Штатов. Согласны ли вы с таким утверждением? И если да, то на кого еще, кроме Шольца, сейчас может давить Кремль? Ну, он будет давить на Сербию, он будет давить на Болгарию, он будет давить на, даже давить там не надо, там есть Витя Орбан, Виктор Орбан, который там давно уже давно с потрохами, пудинский агент и позорящий Европу. Вот, поэтому тут вот такие люди, он будет давить на определенную часть политиков Австрии, там тоже, как говорится, однозначно, на кого он еще может давить? Ну, наверное, на этом список пока ограничивается. Я не вижу больше, на кого он еще может давить. Вот. Действиям он может давить на кого угодно, но если мы говорим о каких-то иных методах, то у Путина довольно исчерпывающий, очень короткий лист людей, которых он может привлекать в поддержке своей какой-то политики, или там каких-то компромиссов и прочее. Ну, он не сможет давить на Трамп, совершенно точно. Трамп, во-первых, на 4 года, во-вторых, у него развязаны руки, в-третьих, он прошел тяжелейший этап своей жизни, выдержал его, показал железную волю. Теперь, если эта железная воля столкнется с беспределом путинским, ну, я надеюсь, что она даст результат. Надеюсь, подчеркиваю, я не уверен, но я надеюсь на это. Посмотрим, но я не думаю, что у Путина есть очень много рычагов. Да, сейчас он попытается, вот пока это есть неопределенность, попытается что-то сделать, что-то добиться для будущего торга. Он считает, что с ним будут торговаться. Путин считает, что с ним все равно будут торговаться. И звонок Шольца, кстати говоря, вот именно в этом играет свою ключевую негативную роль. Как сигнал того, что с тобой могут начать там торговаться, договариваться. Поэтому нужно усилить удары по Украине, чтобы она тоже там, значит, понимала, что война там не даст ей жить спокойно. Я понимаю логику Путина, мне кажется, я надеюсь только на одно, что все-таки его хулиган, вызывающее поведение, но столкнется в конечном итоге для стран. Есть кому оказать такое жесткое справедливость. В первую очередь там, потом это, как я сказал, уже февраль, Март, Германия и все-таки Великой Британии. Она все-таки довольно жестко и категорично настроена против Путина. Вот поэтому посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова